С вами Любомир Богоявринский. Мне на почту написал фейк, подписанный Дмитрием Вороном. Это фейк, это неофициальный аккаунт Ворона, и, конечно, я глубочайше сомневаюсь, что Ворон к этому имеет особое какое-то отношение, но, возможно, кто-то из его каких-то последователей и пишет мне эти письма, и ему информацию передает. Я в этом видео публично и открыто скажу свое отношение к Дмитрию Ворону и к его учению Бесовскому. Я хорошо отношусь к Дмитрию Ворону, потому что у меня нет причин к нему плохо относиться, я не знаю этого человека, я не знаком с ним лично. И потому я ничего ни плохого, ни хорошего о нем сказать не могу, потому что человек абсолютно мне не знаком, и я не знаю его лично. Следующий момент. Все больше фейков каких-то от моего имени регистрируются на форумах магии, об этом я отдельно запишу видео, и начинают писать. Будьте внимательны, меня нет ни на одном форуме магии, либо эзотерики. Естественно, ни о Дмитрии Вороне, ни о ком-либо еще я там не писал и писать не могу, потому что меня там просто нет. Есть только в Фейсбуке, ВКонтакте, у меня есть канал на Ютубе, есть официальная электронная почта, есть группы ВКонтакте в Фейсбуке. Это фактически и все. Есть в Твиттере аккаунт, но я его, считай, не использую. Инстаграмом я не пользуюсь, и в Одноклассниках меня нет, и ни на каких форумах нет. И следующий момент. Я критически отношусь к учению Дмитрия Ворона. Я не могу признать его тезисы. У меня есть своя точка зрения. Эту точку зрения я изложил в книгах с авторством Сергея Мнебога. Эту точку зрения я изложил в учении Любомира Богоявленского. Я разделяю позицию Игоря Степановича Бамбушкара и Мага Мансура на учении Дмитрия Ворона. Я не могу, понимаете, я не могу просто сказать на то, что есть неправда, что это правда. Но если оно неправда, я в книжке учения Любомира Богоявленского кратко написал, в чем я не согласен с Дмитрием Вороном. Сейчас я даже хочу процитировать это. Это версия старой книги, здесь нет, это в новой версии. Не буду сейчас искать. Недословно. Ирудиана, либо Ирудиада, исторический факт. Никогда в жизни не рождала царя Ирода. Но это православная церковь учит. Я был в православных монастырях, жил, понимаете. Я воскресную школу окончил. Но это и есть официальная позиция и православной католической церкви. В Ирудиаде была дочка Солумия. И об этом написано в Новом Завете христианском. По определению историческому. Ирудиана не может быть чертуродицей, потому что она не рождала Ирода. Она трахалась с Иродом, который был царем, то есть совместно братом Филиппа. Ну, там уже Иродианы. Как я сейчас вспомню. Вот вспоминаю эту историю. То есть она была женой, это исторический факт, брата царя Ирода. И спала с Иродом. Иродов было много на самом деле. Но у нее никогда не было сына. У нее была чертица, а не черт, понимаете. Дочка у нее была отвратительная девка. Вот. И смерти были ужасные. Что у Солумии, этой дочки, ей там людям отрезало голову. Что у Иродиады. И смерть была ужасная от царя Ирода, которого была гангрена половых органов. Это нужно понимать и знать. Ну, как я буду называть Иродиаду, чертородицей, когда это ложь, это неправда. Я ничего не имею личного к Дмитрию Ворону. Это высокоинтеллектуальный, я думаю, человек образованный. Но мы не можем говорить на неправду, что это правда. И следующая критика его книг. Ну, скажите, как я, честно. Как Мансур говорит. Как другие. Ну, что вам это в видениях открылось. Что вот вам открывается видение антикосмоса Люцифера. Что это Иродиана. Она есть для дьявола чертородица. И у нее там в пекле были роды. Она у пекли родила царя Ирода. И вот это у пекли царь Ирод в инфернальном мире. Он антикрист. Этого, конечно, не было в земной реальности. Но вам, как бесовицу, так открывает сатана. Если бы вы такие искренне написали в книжках, дорогой Дмитрий Ворон, я бы вам мог поверить. И сказать, ну, вот так, это его точка зрения. Ну, вы пишите, что это исторический факт. Но это не есть исторический факт. Ну, любого батюшка православного спросите. И что ж вы дальше делаете? Вы создаете за молы и молитвы царю Ироду Антихристу и Иродиане, чертородице. Ну, для меня это бред сумасшедшего. Ну, не обиду вам. Ну, это имеет право на свое существование. Ну, это не есть чернокнижной традицией предков. Это есть тоже новодел. И, притом, я категорически с этим не согласен. Понимаете? Потому что история сама христианства и магия, она же говорит совсем иначе, это ключевой, первый догматический пункт моего категорического несогласия с учением Дмитрия Ворона. Второй пункт несогласия – это имена бесов. Да, я не нашел ни в каких источниках таких имен. Имена составлены, вот как моих имена чертей, то есть они составлены в основном, в первую очередь, с откровений тех, которые человеку в голове родились. И об этом пишет Игорь Бомбушкар в колдовском практике у меня по работе с бесами. Ну, скажите честно, что вам открылось? Ну, зачем врать и обманывать, что это с труду век передавалось? Молитвы, месса ереси – все это составлено. В принципе, Дмитрий, правда, молодец, он говорит, что он составил сам мессу ереси. Ну, все эти замолы, все эти имена – это все новое дело. Давайте будем честными и откровенными. И тогда нет никаких, ну, понимаете, никаких недоразумений нет, потому что все честно и открыто. У меня в Украине своя школа магии, таро. У нас с Сергеем Малерьевичем своя колдовская стезя. Я имею право на свою точку зрения. Я не могу говорить на то, что есть неправда, что это правда. Как практик, я не знаю, возможно, Дмитрий, очень хороший практик, я не знаю ничего о нем. Но я, как человек образованный, как человек, который борется за правду и истину, но я не могу, чтобы такая неправда, ложь была, и сказать, что это правда, но это уже, извините, какое-то полное сумасшествие. Ну, без обид. Ну, что вы, вообще уже как бы, ну, да ну, почитайте вы хотя бы историю элементарно христианской церкви. Да введите вы в гугл, кто такая Иродиана, в Википедию посмотрите. Ну, неужели элементарного нельзя было посмотреть так? Ну, назвали чертородицу великую, матерь черта Иродиана, которая никогда матерью Ирода, Антихриста, когда Антихриста не рождала, она никогда, понимаете? Она никогда Ирода не рождала царя. И учение об Антихристе православной церкви, почитайте. Были мелкие Антихристы, Ирода называли тоже Антихристом, что против Христа боролся. Но Антихрист это совершенно иная личность, настоящая воплощение Люцифера на землю, грядущая, мистическая. В никаком Ироде даже речи не может идти. Это сам Люцифер будет воплощаться. Я никого не хочу обидеть, но я говорил, и буду повторять, что я в этом положении критики абсолютно согласен с двумя великими мастерами и гениями. Это Игорь Стефанович Бамбушкар, гений, Ингвар Мах, и это великий гений Мансур Альтагбир. Я полностью с ними согласен. Ничего личного нет. И также с моим дорогим великим гением Серьем Лилиичем Небога мы четко написали в наших книгах по магии и чернокнижию украинскому наши воззрения, которые кардинально отличаются от воззрений Дмитрия Ворона. Каждый человек имеет право на свою точку зрения и всех можно критиковать. Вы имеете право меня конструктивно критиковать. Но я не скрываю то, что мои имена чертей, мое учение – это мое творчество. То, что мне открывается вот так, как эзотерик вижу я. Я со всеми предельно честный и никого не обманываю. Я не считаю Дмитрия Ворона шарлатаном. У меня нет на это оснований. Но я говорю еще раз. То, что написано в русском чернокнижии, это у плане иродианы и иродотезисы, это полностью обман и ничтожная ложь. Этому учит православная церковь, католическая церковь, богословие. Этому Библия, Новый Завет учится. Иродиана никогда не рождала ирода. Следовательно, она не может быть матерью ирода антихристом, потому что сам Ирод не есть антихристом. Читайте учения об антихристе православной церкви. Закон Божий почитайте. Ничего не понимают, люди не знают. Ну, как напишут, да напишут. Ну, это еще ж... Почему я так критикую тоже? Ну, они ж эти дураки и дуры. Создавали иконы иродианы, называли чертородицей и молились. Вы можете себе представить. Когда она не есть чертородицей. Ирода делали иконы и молились. А он не есть антихристом. Но это библейский факт. Христианский факт. Ну, может, сила дьявольская и отзывалась на это. Я не спорю. Ну, давайте будем перед Люцифером честными тоже. Перед Богом честными. Перед высшими силами. Я являюсь двуручником. Работаю с светом и тьмой одновременно. Ну, я ж не могу смириться с неправдой. Игорь Бамбушкар. Великий Мансур, Сергей Небога, абсолютно правы. Сергей Валерьевич Небога – великий гений. И он говорит правду тоже. Вы должны это помнить и знать. Великие эти гениальные личности трое, они правы в отношении критики конструктивной к уважаемому Дмитрию Ворону. И я полностью, Любомир Богоявленский, присоединяюсь к этим трем великим гениям. Вообще, будущее вижу в Чернокнижии за великим гением Мансуром, конечно. Ну, это великий творец и великий гений. Вот, я такого уникала и такого мастера силы, ну, скажем так, что я его... Ну, это просто великий феномен. Это один из сильных и сильнейших. У нас есть самые сильные о магии – это Сергей Небога, это Макенгвар. И, конечно, это новый лидер мирового оккультизма, который явился. Это великий Мансур. Он говорит правду. Любомир Богоявленский.